Поехали! Главное перед запуском лазерной установки – надеть очки с защитным фильтром. Инфракрасное излучение лазера не видно человеческому глазу, но губительно для него. Все, ребята, готовы? Готовы! Лазер работает по принципу наплавления. Из специального порошка получается новый слой металла. Применять будут в создании и ремонте металлических деталей любого уровня сложности. Более того, лазерная обработка может улучшить свойства исходного материала. Можно улучшить износостойкость, повысить, можно увеличить твердость, можно увеличить температуру плавления, допустим. Вице-губернатор Василий Усульцев уверен – лазерные технологии выгодны для Приморского края. Их можно применять во всех сферах производства – сельское хозяйство, суда и авиастроение. Однако, чтобы поставить работу на поток, требуется целый комплекс лазерных установок и большой штат специалистов. Стоимость проекта – 400 миллионов рублей. Поэтому в администрации края намерены помочь ученым получить госфинансирование в рамках федеральной программы создания инженеринговых центров. Это будущее сегодня. Для Приморского края крайне необходимы, в принципе, инжиниринговые услуги. Это провал во всей стране, особенно на Дальнем Востоке. Ну а в частности инжиниринг по лазерам. Это такая, так скажем, более узкая специализация. И, соответственно, мы будем смотреть. Еще раз повторяю, непростая программа, в ней надо поработать, чтобы оказаться в ней. Но мы этим сейчас занимаемся. Сейчас у инженеров ДВУРА появился первый заказ. Ученые разрабатывают лазерную технологию ремонта судов для дальзавода. Ищут новые сферы применения лазера – полезные и экономически выгодные. Наталья Смоленинова, Денис Семисинов. Панорама.